Всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua. Меня зовут Александр. Перед вами супер-смартфон с супер-аккумулятором. Это самый автономный смартфон в мире. Я в своих руках никогда не держал более автономный гаджет именно в плане смартфона-телефона. Моделька называется Aukitel K10000. Все тот же производитель Aukitel, который наделал шумихи с смартфоном K4, K4 Pro, K6, K6000 Pro. И вот сейчас наконец-то к нам добрался этот Aukitel K10000. Конечно, довольно-таки громоздкий аппарат. Толщина его составляет примерно 14 мм. Ну, такой увесистый гаджет. 10 000 аккумуляторов все-таки нужно было куда-то запихнуть. Очень популярная модель на сегодняшний день. Поставляется он вот в такой вот коробочке. Оригинальная заводская коробка. И в этой, в оригинальной заводской коробке мы можем найти оригинальную пленку, вторую. Одна уже наклеена у нас на экране. Зарядка, блочок зарядки. Зарядник у нас идет на 2 А. USB-кабель и OTG-переходник. И, конечно же, скрепка для того, чтобы мы могли открывать лоток для сим-карт, который я сейчас открою и вам покажу. Поддерживает эта модель у нас две симки. Они нано-стандарта. Либо одна симка плюс microSD-карточка. Либо две нано-симки. Вот такая вот конструкция. Ну, в принципе, это не ново для тех, кто знает, как это все реализовано. Например, у Meizu. OTG-разъем нам нужен для подключения к этому телефону различных аксессуаров, типа мышки, клавиатуры, флешки и так далее. Ну, а также при помощи OTG плюс USB через этот смартфон можно будет заряжать другие гаджеты. То есть, данная модель выступает с легкостью, выступает как полноценный пауэрбанк. Потому что 10 тысяч аккумулятор, он все-таки может себе позволить, чтобы раздавать зарядку другим. Также в комплекте поставляется вот такой вот пластиковый бампер. Он одевается на смартфон и все это выглядит вот таким вот образом. Спереди у нас представлен довольно-таки большой дисплей 5,5 дюймов. Здесь есть динамики, есть разговорный динамик, есть динамик внешний, есть микрофон, microUSB, три сенсорных кнопки. Экран у нас HD, 5,5 дюймов, выполнен по технологии OGS IPS. Фронтальная камера на 5 мегапикселей. Здесь у нас только лоток для сим-карт. Есть сверху у нас разъем под наушники, 3,5 мм, стандартный разъем. И с этой стороны у нас кнопка включения-выключения и качелька громкости. Кстати, кнопочки мне очень нравятся, они очень такие плотненькие, хорошо нажимаются. Весь ободок выполнен из металла. Задняя крышка, она с одной стороны не съемная, она вот это вот металлический каркас, это вот пластик такой приятный на ощупь. 13-мегапиксельная камера с интерполяцией, двойная вспышка. Крышка вот эта вот, она скорее всего не снимается, но для условий разборки смартфона, именно вот начинается, я так понимаю, разборка и снятие этой крышки вот с этого пластика. Вот эта пластиковая крышка, она снимается. Все остальное в смартфоне не разборное, то есть в условиях пользования эту крышку снимать нельзя. Вот, в принципе все. По сборке. Есть какой-то звук, но он очень незначительный. И в целом в руке смартфон лежит как увесистый такой блок. Вес его составляет около 250 грамм, если я не ошибаюсь. Толщина, как я уже говорил, 14 миллиметров. Как бы смартфон очень и очень такой серьезный во всех смыслах. Начнем сразу же с технических характеристик смартфона. Как всегда это Antutu. В Antutu наш монстр набрал 24 тысячи баллов. Это довольно-таки средний показатель. Ну и неудивительно, потому что базируется эта модель на не слишком мощном процессоре, который называется MTK6735P. Здесь графический ускоритель Mali-T720. HD-разрешение экрана. 5.1 Android. 13-мегапиксельная камера. Достоинством также является, что здесь 2 гига оперативки. 16 встроенных. Можно поставить карту памяти. Ну и само собой можно подключить карточку или флешку накопитель через OTG-разъем. Этот процессор у нас четырехъядерный. Он работает на частоте 1,0 ГГц. То есть так же, как и работают K4000, K6000 и так далее. 5-мегапиксельная фронталка. Из датчиков у нас есть гироскоп, есть датчик освещения, приближение. Ну и собственно по остальным датчикам здесь больше ничего интересного нет. Экран мне понравился в этом смартфоне. Он такой, он очень интересно выглядит. Здесь использована технология OGS. Углы обзора максимальные. Как бы здесь в этом плане все нормально. IPS-матрица тоже дает хорошую яркость. И даже иногда очень сильно яркий экран. То есть иногда приходится ставить на автоматическую яркость. Автоматическую регулировку яркости. Поэтому по экрану никаких нареканий с моей стороны нет. Звучание смартфона можно сказать среднее. Звук внешнего динамика нормальный, но на максимальных громкостях он немножко как бы... Иногда нужно немного меньше сделать. И тогда будет лучше звучать. Разговорный динамик микрофон все отлично. В наушниках мне в принципе тоже понравился звук. Его нельзя назвать супер крутым. Там качественно звучащим и так далее. Мне бы хотелось побольше басов. Но в целом, в целом с хорошими наушниками музыку слушать можно. И все это достойно реализовано. Прошивка здесь стандартная. Со своеобразным таким интерфейсом. Иконочки в таком стиле выполнены. Здесь полностью все на русском языке в смартфоне. Прошивка полностью переведена. Есть возможность обновляться по воздуху. Кстати, если не работает Play Market или из него у вас смартфон выкидывает, то заходите в обновление, обновляйте прошивку и все у вас будет хорошо работать. Потому что у меня такое было и мы это сделали. Прошивка обновилась и все стало гораздо лучше. В том числе в плане Play Market. Поэтому с этим тоже никаких проблем у смартфона нет. Я тестировал естественно GPS. Давайте я вам покажу скриншот. С GPS никаких проблем. Словил я, подошел к окну. Ну и в течение 15 секунд он у меня словил все спутники. Естественно с включенным Wi-Fi. Ну и теперь переходим к нашему самому большому достоинству этого смартфона. Это аккумулятор. Я уже делал пост в группе ВКонтакте. В нашей Antelive UA ВК. Вы, кто был внимателен, кому это интересно, уже видели этот скриншот. Ну здесь конкретно расскажу еще раз. Программка Antutu Testers. Она тестирует смартфоны в разных режимах. Она тестирует серфинг в интернете, она тестирует YouTube, она тестирует ролик, 3D графику и так далее. То есть она разряжает смартфон со 100% до где-то 19-20%. Я этой программе полностью доверяю, потому что через мои руки прошла не одна сотня смартфонов. Реально. И я каждый смартфон в ней тестировал, я полностью этим баллом доверяю. Значит данный смартфон набрал у нас 27 015 баллов. Это просто невероятный показатель. Потому что, чтобы вы понимали, есть такие смартфоны, как DOOGEE HT6, есть Aukitel K6000. Это смартфоны-автономники с 6000 аккумулятором. И эти смартфоны набирали в этой программке около 14 000 баллов. То есть по факту мы имеем смартфон, который в два раза более автономный, чем уже супер-пупер автономные смартфоны. Это просто невероятно. По факту мы имеем Lenovo P780, который когда-то был флагманом, когда-то был лучшим в плане автономности. Мы имеем более чем в два раза большую автономность у Aukitel K10000. Если говорить, допустим, взять такой смартфон, как Xiaomi Redmi Note 3, у которого 4000 аккумулятор. Но это производительный, хороший флагманский смартфон. То Xiaomi Redmi Note 3 набирал 8000 баллов. То есть это почти в 4 раза, ну 3,5-4 раза больше данная модель будет держать зарядку. При этом Xiaomi Redmi Note 3 считается отличным автономником своей производительностью. Поэтому на данный момент Aukitel K10000 бьет абсолютно все рекорды, показывает нереальные цифры. И он является самым автономным смартфоном в мире на сегодняшний день. Что касается производительности у смартфона, здесь все довольно-таки средненько. Потому что модель построена на базе автономного непроизводительного процессора MTK6735. Этот процессор, опять же, есть на многочисленных смартфонах, где идет акцент на работу аккумулятора. Здесь все это реализовано точно так же. Я сейчас запущу вам Asphalt 8, и вы сможете посмотреть, как он играет. Он у меня уже запущен, поэтому все будет просто. Видно было, что для комфортной игры нужно немножко снизить качество картинки, так как у меня стояли максимальные настройки. И тогда, возможно, где-то на около средних настройках вы сможете нормально поиграть в эту игру. По производительности ему, конечно, не хватает. Можно было бы поставить что-то более мощное, но, опять же, смартфон сделан в первую очередь, позиционируется как самый автономный смартфон. Поэтому, в целом, решение с этим процессором довольно-таки неплохое. И благодаря автономности это можно терпеть. Не думаю, что люди будут покупать этот смартфон, чтобы играть в игры. Тестировал я камеру. Камера в этом смартфоне мне, в принципе, понравилась. Нормальное качество картинки показывает. Видео записывается в формате Full HD. Я вам сниму более интересный вариант и покажу. Из того, что я пофоткал, это я сделал пару фотографий. Вот такое качество. Стояла машина во дворе какая-то. И я приблизил ее номер. И все довольно-таки неплохо видно. При этом расстояние, ну, не маленькое. Вот такое расстояние было изначально. И вот я ее зазумил. И вот видно номер. Поэтому по камере для такого формата устройства, для такой ценовой категории, в принципе, мне все понравилось. Залью пару фотографий, залью видео в формате Full HD. И вы сможете все это сами посмотреть. В целом, все, что хотел, я об этом смартфоне рассказал. Давайте я для себя, ну, и, может быть, как совместно для вас, подведу плюсы и минусы. Смартфон в Китае стоит в районе 170 долларов. Эта модель позиционируется как самый автономный смартфон в мире. У него 10 тысяч аккумулятор. Это реальная его емкость, потому что у меня нет всяких там тестеров, циферок точных. Я тестирую программами, я тестирую вот по физическому состоянию его работы, как он держит зарядку. Я с уверенностью могу сказать, что 10 тысяч аккумулятор здесь реальный. Супер долго держит заряд. Смартфон умеет заряжать другие смартфоны. То есть он выполняет функцию пауэрбанка. Мне очень нравится его внешний вид. Он брутальный, он большой, он тяжелый, он металлический. Все вместе соединено, и все это смотрится супер круто. К недостаткам можно отнести не такой мощный процессор. К недостаткам можно отнести не такую крутую камеру. К недостаткам можно отнести не Full HD экран. Но если рассматривать это все в контексте действительно автономного смартфона, то, по моему мнению, эта модель выполнена именно вот так, как она должна была быть выполнена. Если бы мы поставили сюда более мощный процессор, вот этой вот супер автономности она бы испарилась. Если бы мы поставили крутую дорогую камеру, какую-то флагманскую, то от этой цены тоже мы бы пошли бы вверх. Поэтому, если бы мы поставили, естественно, Full HD экран, то, опять же, пострадало бы что? Прострадала бы автономность этого смартфона. Поэтому я считаю, что у KTLK 10000 это будет хит продаж. Это будет супер крутой смартфон, и его будут отлично покупать. Поэтому, если вам нужен действительно стоящий гаджет, потому что по качеству у KTL себя зарекомендовали наравне с Meizu, наравне с Xiaomi, как таковых проблем с ними не было вообще. Поэтому смело можно покупать эту модель. Я всем рекомендую, кому нужен большой аккумулятор. На этом все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь в группу, подписывайтесь на канал на YouTube. Ну и заходите к нам в интернет-магазин. Покупайте у KTLK 10000, пока они еще есть в наличии. На этом все. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok